Возлюбленные мои дорогие друзья, дорогие партнеры, зрители, мы приветствуем всех, весь импакт приветствуем со святой земли. Я, прежде чем предоставить служителей, которые вместе со мной, это вы слышите шум большого города за моими плечами. И не просто большого города, это специального места в Иерусалиме, в столице всего мира, в престольном граде Иерусалиме. Это столица Израиля. Это особое место слияния трех великих религий. Это христианское, затем мусульманское, ну и иудаизм. То есть отсюда все берет, отсюда начало, отсюда все и пошло. Здесь центр вселенной, это будет правильно сказано. Друзья, мы обещали, многие из вас, те, которые представляли ваши нужды, ваши фотографии, ваши просьбы, и мы говорили вам, что мы с вашими нуждами придем к престолу Бога Отца и Сына со святого места, с места плача. За моей спиной стена плача. Я предоставлюсь моих, вместе со мной, это моих друзей-служителей, известный пастырь Днепропетровска, епископ церквей, мой друг, сослужитель, соработник, сотрудник, пастырь Юрий Коновалов. Приветствую тебя. Шалом, дорогие телезрители, рад вас сегодня увидеть, приветствовать. Да, не вижу, но в сердце переживает, потому что на самом деле мы находимся с Юрием Михайловичем на очень важном месте для каждого верующего человека по всему лицу земли. А, друзья, я вам так скажу, вы не знаете, какую функцию выполняет благословенный служитель, кроме большой, огромной нагрузки, которую он ведет, имея колоссальное большое служение в Украине и далеко за пределами. Пастырь Юрий также является гидом, гидом на святой земле. Ты был здесь около 20 раз. Восемнадцать раз, да. Более точно. Пока. И несколько последних наших приездов ты очень жертвенно и посвященно уделяешь нам время. А этот раз даже с Ириной, со своей женой. У нас прекрасное время будет и уже было. И действительно, Бог дал тебе особое чувствование, как правильно рассказывать с точки зрения правильного Евангелия. Не религии, не традиции, а с точки зрения Духа истины. И не только буквы, но Духа истины. Духа Писания. Поэтому Юрий проводит нам специальные туры здесь. Также с нами второй служитель, пастор Петр. Приветствую тебя, Петр Евчик. Это старший пастор церкви Шарлот. Приветствую, брат. Приветствуем всех вас, друзья. Как тебе эта раз поездка, первая поездка? Какие впечатления? Впечатления особенные, необычные. Много слышали, много читали. Много другим говорили. Но присутствовать здесь, на святой земле, это особое переживание, особая атмосфера и особое помазание. Пастори, согласитесь, что в этом оживленном таком круговороте мы слышим шум большого города, движение, много поездок, много людей, много туристов. А здесь что-то святое, в этом есть что-то святое. Также, пастори, вот в чем острота ощущений того, что здесь приковано внимание всего мира в таких многочисленных турпоездках практически со всех уголков земного шара. На самом деле здесь, друзья, миллионы паломников каждый год. Ну, во-первых, начнем с того, что однажды Бог сказал всему израильскому народу трижды в году совершать алию. Алия – это восхождение в Иерусалим. И каждый человек, мужчина, представитель своего рода, он должен был оставить бизнес, оставить все, что в его повседневной заботе и совершить алию сюда, в этот город. Вот сюда на храмовой горе был храм царя Соломона, потом он был разрушен и восстановлен храм царя Ирода, эпохи царя Ирода Великого. И здесь люди поклонялись Богу. Интересно, что сюда часто приходил наш учитель, спаситель Иисус Христос. То есть мы знаем, что весь этот город, он на самом деле является как бы эпицентром религиозного, скажем так, восприятия всей человеческой жизни. И с тех времен до сегодняшнего дня сюда стекаются миллионы паломников. Я хочу просто, может быть, чтобы вы увидели сегодня здесь, это остатки стены, подпорной стены храмовой горы, которую сделал царь Ирод. Длина вот этой подпорной стены, здесь вот называется западная стена, подпорная стена храма, около 500 метров. Здесь целая плата, которую сделал архитектурно в таком шедевре строительном царь Ирод. И там, где сегодня золотой купол, это купол мечети, мечеть над скалой построена. Это место, где по преданиям Авраам однажды приносил в жертву своего сына Исаака. То есть это гора Марья, библейское название этой горы, гора Марья. И там есть под этим куполом небольшой вид скалы, где Авраам занес меч, свой нож и готов был уже принести в жертву Исаака. Но ангел пришел, сказал Авраам, мне не надо, я испытал твою веру, я увидел, что ты послушен мне и любишь меня больше, даже чем все, что есть в твоей жизни. И это место является святыней для иудаизма. Мы продолжаем наш репортаж из Иерусалима. И, друзья, вы видите, что мы из другого ракурса ведем нашу беседу с вами. Это другой ракурс. Если мы с вами только что были на западной стороне стены, мы находимся сейчас на южной стороне этой стены. И я остановил тебя, пастор Юрий, на том моменте, когда ты говорил, что это место именно является также особым местом для мусульман. Почему это так? Да. Потому что на этом месте храмовой горы, это гора Марья, по преданию и тех фундаменталистов, которые стоят в основе ислама, они говорят, что именно со скалы, где находился храм Соломона и Ирода, где Авраам приносил жертву Исаака, именно с этого места вознесся Мухаммед. И там есть как бы отпечаток его ноги и есть отпечаток руки архангела Гавриила, который как бы его восхитил в небо, с ним имел какие-то там отношения и потом он его возвращал и как бы оставил след и о себе. Поэтому для мусульман это является одним из важнейших, как мы говорили, святынь, это именно храмовая гора, именно это место после Мекки и Медины Иерусалим является третьим по значению городом для мусульман. Ну и конечно же три мировые религии, иудаизм, христианство и ислам берут начало здесь в этом городе. И сейчас мы находимся вот возле южной стены, если вы видите, за нами находится это место, именно эта сторона, через которую паломники входили в храм, на храмовую гору. Чуть-чуть там за нами есть большие ворота, которые сегодня заложены, в эпоху крестоносцев заложили их камнями. Но это было место, где каждый иудей, который приходил на поклонение, он с наклоненной головой, с туловищем, он входил в храмовую гору. И это очень, как бы, важное место в этом храмовом сооружении. И кстати, мы об этом будем говорить, о золотых воротах, которые на сегодняшний момент, они запечатаны. Мы будем говорить, когда будем иметь следующую программу, в следующий раз, друзья, с Ильонской горы, мы как раз и будем находиться в... Да, мы будем видеть уже восточную стену этого подпорного плата, который сделал царь Ирод, на котором потом был воздвигнут уже храм Ирода. Несомненно, то, что мы видим, друзья, те из нас, которые бывают неоднократно на святой земле, то, что, к сожалению, глубокому великому прискорбию торгуются именем, торгуются именем Иисуса Христа. Он продается здесь, в кавычках, налево и направо, делается на нем большой бизнес. Но те из нас, для которых это место, эти события, историческая память, она имеет свою роль, те из нас все равно из ничтожного, но извлекают драгоценное. Пастор Питер, как ты думаешь, Иерусалим, какую роль он будет играть в событиях церкви последних дней? Мы, конечно, знаем, что из Иерусалима, с этой земли все началось. И мы понимаем, христиане, мы должны знать и понимать некоторые важные истины. И наше отношение к Иерусалиму должно быть правильное. Мы не должны обожествлять, потому что мы понимаем, что Иисус Христос внес серьезную коррективу в отношении поклонения. Мы можем поклоняться на любом месте, мы можем призывать Бога и Иисуса Христа, это обетование, которое мы имеем. Но вместе с этим мы понимаем, что в последние дни, в последнее время взгляд Бога, он будет тоже обращен на Иерусалим. Так как отсюда все начиналось, и здесь будут происходить события, которые будут вносить коррективу в жизнь всего человечества, живущего на планете Земля. Что интересно, за какую бы из стран не говорили, в новостных блоках не говорили бы ведущие новостей, всевозможные медиаресурсы, а какое-то время поговорят, и потом это все входит в небытие. Если говорили за Украину, к сожалению, она была на слуху несколько месяцев, а затем все снова же возвратилось на круги своя, а это возвратилось к стенам Иерусалима. Мы понимаем по Писанию, что Иерусалим неделим, он не должен быть делим. Пастор Юрий, ты неоднократно бываешь здесь, проводишь туры, ты видишь остроту момента и противостояние, противодействие между мусульманами и между евреями. И цена вопроса это неделимый Иерусалим. Какие сегодня предпосылки к тому, что все-таки останется неделимый Иерусалим? Почему? Потому что раздаются голоса политиков, сам ВОНов, даже президент говорит Америке об этом, даже департамент об этом начал активно говорить в период правления Демократической партии о том, что все-таки восточная часть должна быть разделена и отдана мусульманам, как для палестинцев центра. Что ты скажешь относительно этого? Я думаю, что Бог сказал в своем слове свое отношение к Иерусалиму, к городу и к земле Израиля. То есть Он никому не позволил и не позволит, я верю, чтобы кто-то мог прикоснуться к этой святыне. Вот если не вникать, скажем так, в политику, а просто констатировать факты. Был такой премьер-министр Ариэль Шарон. И случилась страшная трагедия в его жизни после того, как он решил отдать землю Израиля во владение, ну часть земли, не все, а какие-то территории, да, оккупированные территории Израиля. Он хотел возвращать палестинскую автономию. И после этого произошли страшные вещи, да. По-моему, 9 лет он находился в коме. И вот совсем недавно только его, как бы, его сердце остановилось, его похоронили. Я не могу сказать, что напрямую эта причина связана с этими вещами. Но многие говорят, что те, кто посягает на землю Израиля, те, кто пытаются военным или политическим или экономическим путем завладеть территорией, которую Бог дал Израилю, эти люди на себя навлекают страшные проблемы, проклятия. И это земля, которую Бог пообещал Аврааму. Бог вступил в завет с этим человеком. И этот завет вечный. То есть вся территория Израиля, она, хотим мы, как люди или не хотим, она отдана Богом, человеку по имени Авраам и его потомков. И в Бытие 12 главе говорится о духовном законе. Бог сказал, Авраам, я заключаю с тобой завет, знай, что проклинающих тебя я прокляну, но благословляющих тебя я благословлю до тысячи родов. И этот закон, духовный закон, невидимый закон, он до сих пор действует. Поэтому мы молимся и благословляем Израиль. Мы произраильские люди, потому что когда мы благословляем Израиль, Бог Израиля благословит нашу жизнь, наши семьи, наши дома, наши города и наши страны. И в этой последней битве, когда сыны света будут сражаться с сыновьями тьмы, и она будет проходить в Армагеддоне, я верю, что мы будем там на горе Кормил и оттуда еще снимем репортаж, то написано, те люди, те народы, те страны, которые были на стороне Израиля, Бог благословит их. А те, которые воевали против Израиля, территориальной целостности, духовных каких-то вещей, потому что это невидимые как бы вещи, которые проявятся в мире физическом, война духовная и проявится в мире физическом, то такие народы будут прокляты. И это страшная трагедия, которая ожидает тех, кто посягнет на землю Израиля и на само государство Израиль. То, пастыри, служители, то, что эта земля, географически она распространяется территориально на 130 километров с севера на юг и почти 300 километров с запада на восток, это ничтожно мало, это территория Днепропетровской области. К удивлению, это такой участок, где можно как бы наблюдать разные, скажем так, климатические условия, потому что за один день можно из снежного Хермона горы, где есть даже базы горнолыжные, проехать всю территорию, спуститься к Красному морю, Эллад, где жара. То есть от зимы до жаркого лета можно пересечь все эти полюсы, да, температурные и ощутить и зиму, и весну, и осень, и лето. Поэтому такая маленькая часть земли, но она является стратегической в масштабах развития всего человечества. Только лишь глупец или слепец, он игнорирует тем фактом, что есть что-то особое, есть что-то, ну, в хорошем смысле этого слова интригующее в том, что на этот центр, вселенной, на этот маленький пятачок земли, который, ну, практически, говоря, по большому счету, он потерян на географической карте, на земном глобусе он потерян, это одна точка. Но только лишь слепец или глупец, он может игнорировать тем фактом, что если уж весь мир на протяжении столетий и тысячелетий, настолько он рьяно, скрупулезно, настолько он борется за этот клочок, и здесь есть что-то сверхъестественное, здесь есть что-то божественное. Вне божественного вмешательства не может быть такого протекшена по-английски, то есть не может быть такого покровительства, не может быть такой защиты, не может быть такой амбрелы, такого зонтика, невидимого, но реального. И по большому счету церковь, сейчас мы обращаемся к церкви, мы понимаем, что не железный щит, он держит непоколебимым и непобедимым эту землю, не железный щит, который рассчитан на уничтожение всех ракет, которые идут внутри Израиля. Но мы понимаем, что молитва церкви, ваша молитва, наша молитва является невидимым, но таким реальным действующим оружием, защищающим эту землю от уничтожения, защищающим Израиль от полного уничтожения. Поэтому прежде чем мы будем молиться, Роман Джулай с нами, известный, небезызвестный Роман Джулай. Роман, я увидел, как ты расцвел в Тель-Авиве, когда мы приземлились. Роман по-особому расцвел, начал улыбаться и улыбка не сходит. Даже ночью он спал мне, говорили, и улыбался. Совершенно верно. Действительно, я ощущаю благословение. Действительно, мы ходим по святой земле, по земле, по которой ходил наш Спаситель Иисус Христос. И, знаете, как-то чувство переполняется от того, что ты знаешь, где ты находишься. И мы сейчас находимся на фоне Храмовой горы с южной стороны. И мы сейчас находимся в преддверии великих событий. И я думаю, что это очень скоро произойдут эти события, я скажу, даже на политической арене, когда будут большие споры за Храмовую гору между мусульманами и евреями. И наша молитва сегодня о том, чтобы эта Храмовая гора принадлежала к настоящим хозяевам, к народу израильскому. И мы призываем телеканал «Импакт» и все, кто нас смотрит к тому, чтобы молиться, особенно месяц ноябрь, объявлен специальным месяцом молитвы за Храмовую гору. И признайтесь к нашей молитве, чтобы эта земля принадлежала истинным ее владельцам. Здорово, здорово. Мы об этом будем молиться. Также с нами Александр Чернецкий. Александр, подойди, пожалуйста. Бессменный и неповторимый автор программы и режиссер программы «Герои веры». Шалом и святой земли. Я первый раз здесь, поэтому я очень рад. Очень рад. Незабываемые впечатления буквально вот с первого дня, когда я сегодня молился возле стены плача. Это нечто особое. Особое наполняет сердце. И вообще в моей жизни есть четыре города. Это Дзержинск, Нововолынск, Сакраменто и теперь Иерусалим. Четыре важных города. Я думаю, в этот город стремятся все христиане. Но только моя мечта исполнилась сегодня. Я собирался еще семь лет, но через 25 лет жизни в Америке наконец-то я попал на святую землю, где жил Спаситель. Александр, смотри, ты являешься автором программы «Герои веры». Что интересно, что те герои, которые описаны в 11-й знаменитой главе «Евреям», послание апостола Павла, автора послания к евреям, там как раз описаны вот те великие герои, корифеи веры, которые оставили свой след в истории церкви, в истории израильского народа, в истории церкви последних дней, также оставили ряд героев, ряд героев. Мы, наверное, будем иметь, пастор, возможность проходить некоторые, проезжать те места, где как раз совершались героические поступки этих мужей веры, этих евреев также. Алекс, какие чувства тебя наполняют, когда ты в какой-то мере приобщился, то есть ты приобщился к историческим корням этих героев, что ты можешь переживать? Сегодня только первый день, но в 11-й главе «Послание к евреям» я насчитал 17 героев, 17. Первый из них это Авель, праведник, который умер от руки брата своего, это первый мученик за веру фактически и так далее. Я думаю, мы здесь будем некоторое время, и мы пройдем по их следам. Но, отвечая на твой вопрос, конечно, чувства особые, потому что Библия оживает. Библия буквально оживает. Те истории, которые мы читали с детства, я просто, я даже не могу поверить, что я нахожусь на этой земле, где не только все библейские персонажи здесь жили, но и события происходили здесь, в этом регионе земного шара. В конце концов, Едемский сад находился где-то в этом регионе, да, в этой точке. Юрий, наверное, уже знает конкретно. Где? Где-то здесь. Есть, но тем не менее, на Ближнем Востоке. Поэтому чудеса здесь происходили. Буквально здесь, где-то мы, где стоим, может быть, Иисус Христос проходил. Несомненно, несомненно. Он входил в южную стену, туда входил вместе, потому что это постройка времен царя Ирода Великого. А это значит, именно это сооружение является практически ровесником нашего Иисуса, потому что Он сюда приходил, Его здесь обрезывали на восьмой день. То есть, все, что мы видим, это реально происходило при жизни Иисуса Христа. Конечно, мы не знаем, что вот именно здесь плюс-минус, ну, я не знаю, сто метров, сто процентов можно сказать, что Господь здесь ходил. Что интересно, что Бог настолько велик, настолько всемогущ, Бог настолько вечен, Он настолько всесилен, и Он соблаговолил именно сосредоточить свое внимание, сосредоточить свое внимание, внимание Вселенной на этом маленьком пятачке. И игнорировать этим фактом, это просто преступно. И если Бог соблаговолил, если Бог счел нужным с этого места произвести себе великий народ, наши корни, христиане, наши корни с вами здесь, игнорировать этим тоже нельзя. Просто это будет большая небрежность и легкомышленность, невежество с нашей стороны. Поэтому из-за этого мы-то и здесь, благословляя израильский народ. Прежде сейчас подойдет Александр Тюкаев. Александр Тюкаев, он бегит, потому что он полон также речами, полон впечатлениями. А ну-ка, Александр, знаю, что у тебя, мы второй день здесь, но ты не первый раз здесь. А ну-ка, поделись с нами и со зрителями, что наполняет и переполняет твое сердце. Почему восторжен так твой дух? Только расправь лицо. Во-первых, вот когда я находился около гроба Господня, недалеко где-то Юрий здесь, да, я стоял там, есть такое место, я встал за кафедрой и прочитал. Только здесь я почему-то нашел только современный перевод. Здесь написано, ради Сиона не буду молчать, ради Иерусалима не успокоюсь, пока праведность не воссияет, как заря, и спасение, как факел пылающий. Другой перевод синодальный говорит, не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда твоя, и истина твоя, как... Да, как, да, то есть, и я стоял, и вот открываю Библию, да, и как откровение мне приходит. Я считаю, что одно из предназначений всех христиан, которые приезжают сюда, я говорю за протестантских христиан, мы видели массу сейчас христиан, то есть этих ортодоксов, паломников, они приезжают с разными мотивами, кто-то просто на экскурсию, кто-то еще что-то. Ортодоксов очень много молятся, этих левитов, да, или там их... Как фарисеев, хасидов, да, их очень много молятся. Но протестанты, когда приезжают, это особые люди, которые должны стоять за эту страну, за этот город, конкретно за Иерусалим, вот старый город Иерусалим, молиться, благословлять, доколе не взойдет, как свет правда. Господь имеет особое... нас, как священников, как царей, которые должны непосредственно стоять за эту землю, молиться, благословлять, и, друзья, вы одни из тех, которые должны это совершать каждый день в ваших домах. Да, мы, как вы сказали, я там наблюдал, мы не обожествляем страну Израиль, но это факт, как факт, мы не можем изменить эта история. Все, Господь избрал это место, и мы, как священники, как служители Божии, мы просто, когда приезжаем сюда, молимся, благословляем, и там, около стены плача, и здесь, с каких бы сторон мы не находились этого города, южной, западной, северной, мы благословляем Израиль. Мы стоим вместе с Израилем, молимся, доколе не воссияет, доколе праведность Господня не придет в Иисусе Христе. Итак, друзья, это со святого места, со святой земли, со святых территорий. Вы слышите, уже началось сзади, это молитва мусульманская, то есть они будут там, это вы видите, это то, о чем Писание говорило, мерзость запустения на святом месте, это именно вот мерзость запустения, и поэтому ответственность, и наша с вами задача, чтобы очистилась эта мерзость, чтобы пришла чистота, пришла святость, чтобы возвратились обетования Божьи, что на этом месте, на этой горе, снова будут звучать песни Сиона, снова будет поклонение живому, истинному, великому, единому Богу в лице Бога Отца, Бога Сына, я подчеркиваю, не только в лице Бога Отца, но Бога Сына, Мессии Великого, Иисуса Христа, нашего Ишуя Хамашия. Совершенно верно, друзья, и мы будем совершать о вас молитву прямо сейчас. Вы знаете, пастыри, что Александр знает, что последние... И еще, Юрий, чтобы праведность Господня так же накрыла этих людей, чтобы они изменили свой разум и приняли Господа Иисуса Христа в свой. И я, когда мы здесь стояли, я думаю, Господи, дай тот момент, чтобы чуть-чуть там уже зазвучало, я чуть ли не сказал, забыла, чуть-чуть зазвучало. Для того, чтобы показать, для того, чтобы вам показать, друзья, видите, насколько это серьезно, насколько мы с вами находимся на острие церкви последних дней, на острие момента. Это ответственный период. И вы знаете, наши глаза, не глаза чужого, не глаза соседа, не глаза иностранца, но наши собственные с вами глаза, они будут видеть явление нашего Господа Иисуса Христа. Да, пастори, мы будем еще на Иллионской горе, мы будем цитировать те места, где Писание говорит пророчески, что ноги Иисуса Христа станут на горе, и гора раздвигнется, и явится великая слава Господня. Мы будем в течение этих нескольких дней на том месте, на святом великом месте, но сейчас мы соединимся в молитве. Все, что нам с вами осталось, это соединиться в молитве и молиться нашему Господу. Друзья, и я говорил о том, что последние несколько лет Господь как-то приковывает, Алекс, наше внимание. Раньше, буквально 7-8 лет назад, при периоде зарождения служения «Импакт», у нас не было нежеланий, у нас не было особо истремлений. Но последние два года как-то Господь дает чувствование на сердце, что это очень важно. И, друзья, и мы с вами, друзья, партнеры, зрители, наши соработники на Ниве, семья «Импакт», мы с вами приходим сюда, в этот город. Мы приходим в эту землю, дабы отсюда освещать события, дабы отсюда возносились наши совместные с вами молитвы. И те из вас, которые просили молиться за нужды, за родителей, за детей, те, которые присылали фотографии, мы сегодня молились у стены плача, те, которые нуждаются в финансах, те, которые потеряли работы, много таких. Буквально сегодня мне прислали по e-mail, ряд из вас прислал, что вы потеряли работы. Мы сейчас будем совершать молитву о вас. Служители будут совершать молитву. Это будет молитва веры, это будет молитва силы, это будет молитва победы, это будет молитва прорыва во имя Господа Иисуса Христа. И не помеха то, что вы слышите звук сзади, не помеха. Наш Господь царствует. Господь, если скажет слово, возгремит вся вселенная. И этот звук будет как пискомара в очах Господних и в слухе церкви, как пискомара, и не больше, и не меньше, и не выше, и не ниже, как пискомара. Поэтому мы, имея помазание Духа Святого, мы чувствуем ответственность, и мы имеем дерзновение приходить пред престолом Бога Отца за ваши нужды. Сегодня мы никто иные, как предстоятели за вас, никто иные, как ходатайи за вас. Кто такие ходатайи? Что такое ходатайство? Ходатайство – это процесс, соединяющий тех, кто в нужде, таких как вы, с Богом, который удовлетворяет нужды. Мы в процессе. Ходатайство – это процесс. Поэтому сегодня мы находимся в этом процессе, чтобы молиться о вас, и мы будем это делать. Я попрошу пастора Питера совершить молитву. Поэтому соединитесь вместе с нами, отцы, бабушки, дедушки, служители, пастыри, епископы. Многие из вас смотрят в Украине, смотрят нас. Мы благословляем в Литве, мы благословляем в Вильнюсе наших партнеров, благословляем в Вильнюсе наших новых партнеров. Да, благословит вас Господь, сестранина. Поэтому, пастор, соединись, пожалуйста, вознеси молитву. Я знаю, что придет прорыв, придут ответы. Ответы на пути, прямо сегодня, прямо сейчас, уже на пути. Ответы чудес Господних прямо на пути. Не сомневайтесь и не устрашайтесь. Бог – сила наша, Бог – крепость наша, Бог – наша победа. Во имя Иисуса. Пожалуйста, пастор. В Священном Писании написано, на стенах твоих я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. Мы верим, что Бог дал сегодня особое право, особое помазание. И мы имеем дерзновение сегодня молиться, будучи предстоятелем и Бога, будучи этими сторожами. Поэтому мы совершим молитву и помолимся. Господь наш и Бог наш, сегодня мы, предстоя здесь, на этой святой земле, мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность. Сегодня мы благословляем всех, кто видит нас и всех, кто слышит нас. Сегодня мы благословляем всех спонсоров, которые содействуют, благословляют и поддерживают служение им ПАК. Благодарим Тебя за эту силу, которая распространяется по всему лицу земли. Мы благословляем их бизнеса, их работы. Сегодня мы молимся за тех, кто в нужде. Ты знаешь, есть семьи, которые молятся, которые нуждаются, Господь. Дай ответ. В работе, в бизнесе, в здоровье. Мы благословляем. А самое главное, мы сегодня молимся, пускай придет Твоя слава, чтобы многие еще приняли Твое имя, пришли к Тебе и поклонились Тебе. Мы знаем, что есть часто нужды, когда молятся за мужей, за детей. Сегодня, в этот день, мы провозглашаем и поднимаем свой голос, особенно пускай Дух Твой Святой и благодать Твоя. Она придет, она посетит и она поможет. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту прекрасную возможность и обетования Твои. Ты сказал, Господь, и мы совершаем, мы благословляем, и мы верим в ответ во имя Отца, Сына и Святого Духа. Амин. Итак, друзья мои, из территории Святой Земли, вашим территориям, вашим штатам, вашим городам, домам, вашим служениям, территории, вашего места пребывания сейчас, территории Святой Земли. Мы говорим шалом, мы говорим мир, мы благословляем вас Господом Иисуса Христа. И помните, Иисус Христос любит вас. Мы также любим вас. Будьте благословены со Святой Земли. Сами! Продолжение следует... Продолжение следует...